Дмитрий Язов Свой день рождения юбиляр отпраздновал в Москве в кругу почетных гостей. Маршала поздравили Владимир Путин, Сергей Шойго и губернатор Омской области Виктор Назаров. На малой родине прославленного военачальника это событие также не осталось в стороне. В Оконечниковском районе Дмитрия Тимофеевича знают и ценят все от мала до велика. В школах прошли открытые уроки, а в историко-краеведческом музее состоялась серия мероприятий, посвященных юбилею человека-легенды. У нас проходят выставки постоянно, почти каждую неделю проходят такие интересные выставки, то есть полностью рассказывают автобиографию нашего маршала, нашего земляка, о том, как он жил, как он трудился, как он воевал, то есть вся его деятельность. Фотографии, личные вещи, а также книги, написанные самим Язовым, для земляков представляют особую ценность. Экспозиция в Оконечниковском музее начала работу 9 мая 2014 года. За несколько месяцев ее посетили уже более 500 человек. Куратор выставки Надежда Абашкина с гордостью рассказывает о жизни военной службы маршала всем желающим. Это личные вещи Дмитрия Тимофеевича, это фотографии, книги, книги, которые подарены ему Дмитрию Тимофеевичу, книги, которые он написал, поэтому они все представляют ценность. Но, конечно, скажем так, очень ценные вещи – это личная шинель, парадная шинель Дмитрия Тимофеевича, в котором он принимал парад. Министр обороны, маршал Советского Союза принимал парад на 9 мая, в День Победы. Для жителей Оконечникова юбилей прославленного Дмитрия Язова – большое событие. Неподдельный интерес к этой персоне здесь не только у людей старшего поколения, но и у совсем юных мальчишек и девчонок. Рассказывали про него, какой он великий маршал, помогал, ну как, командовал нашими войсками. Кто тебе рассказал? Отец. За что ты уважаешь его как человека? За то, что он дослужился до такого великого звания, с простого солдата до маршала. Это великое дело. Не так уж и просто. Ну, я, конечно, горжусь, что я живу в этом районе, где он родился. От простого солдата дошел до маршала. Это великий труд. Он, хотя и достиг таких высот, он остался, прежде всего, человеком. И дожил до таких лет. Отдал музею нашему огромный вклад в свои фотографии, и чтобы память оставалась о нем, и в наших краях о нем помнили всегда. В день юбилея Дмитрия Тимофеевича поздравляли по всей Омской области. Прошло мероприятие в Омском кадетском корпусе, а по местным телеканалам показали фильмы, посвященные ему. Неоспоримый авторитет, пример мужества, упорства и силы духа. Вот что олицетворяет собой персона Язова для молодого поколения. Каждый из этих ребят мечтает лично познакомиться со знаменитым земляком и ждет его приезда на родину.